На самом деле я хотела начать с того, что ИНАО на самом деле очень страшная организация, просто жутко. То, что она не только понимает и чувствует, когда из провайдеров или операторов пытаются сделать полицейские, она еще понимает, что это значит глобально в стране и что это значит системно. Это не только означает цензуру, это не только означает какие-то точечные покушения на сексуальные предпочтения людей, и на попытки поврения через основной инстинкт, который присущ к любому человеку. Это в том числе и попытки воздействовать системно на доступ к информации в любом виде. То есть, в принципе, я считаю, что когда половина населения вызывает ужас выступления парламентариям или государственных чиновников, то, в принципе, это тоже аморально. Когда кнопки нажимают не те, к которым принадлежит карточка депутата, это аморально. Если вы хоть немножко там интересовались историей, или наши депутаты когда-то интересовались, в 19 веке на ножке рояля одевали юбочки для того, чтобы не показывать ноги, то, что показывать ноги не прилично. В папах Англии в 14 лет разрешалось мужчинам наливать алкогольные напитки, потому что это было нормально. Это уже были мужчины, и 14-летний возраст считался достижением. Прогресс технический, которым заинтересован прежде всего интернет-ассоциации Украины, он невозможен без гуманитарного прогресса, он невозможен без изменения социологических каких-то характеристик, психологических предпочтений и так далее. Продолжение следует...